Стало известно, кто замени Моляр в Минобороны. В Украине назначен еще один заместитель министра обороны. На смену Анне Моляр пришел Иларион Павлюк, ставший новым начальником управления прессы и информации Минобороны, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на фейсбук Павлюка, принимаю новую должность начальника управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду, говорится в сообщении, Павлюк займет место Анны Моляр, которая была уволена решением кабинета министров 27 сентября вместе со всеми заместителями, кто такой Иларион Павлюк, Иларион Павлюк, журналист, продюсер, писатель, медиаминеджер и уже бывший военнослужащий главного управления разведки, перестановки в Минобороны. 5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резнякова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава фонда госимущества Рустем Умеров. Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о «Владимире Гаврилове», «Ростиславе Замлинском», «Анне Моляр», «Денисе Шарапове». Кроме того, было уволено «Андрея Шевченко» с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции, Виталия Денигу с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины, напомним, перед этим Кабмин принимал решение о назначении трех заместителей главы Минобороны 27 сентября. Тогда ими стали Юрий Джиги, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.